Доброе время суток, уважаемые друзья, с вами Андрей Погорелый, и мне часто в последнее время приходят разные предложения порекламировать разнообразные проекты ICO, там, не знаю, и другие какие-то вещи, и, как правило, это в большей части свои хайпы, пирамиды, за которые много платят, тем не менее, такие вещи, такие предложения, как правило, я посылаю лесом, но с целях этики я не буду сейчас говорить, какие именно и кто предложения присылает. Тем не менее, попадаются на очень интересные проекты, например, один из них это Bowhead Health проект, да, я сейчас немножко о нем расскажу, есть, конечно, небольшие у меня тоже опасения по поводу этого проекта, потому что он только на начале развития, есть тоже свои риски, тем не менее, я просто расскажу, дальше вы уже сами примете решение, участвовать в нем или нет. Итак, что же такое Bowhead Health? По сути, это децентрализированная такая вот медицинская система, которая, с одной стороны, собирает данные пользователей и дает возможности пользователям зарабатывать, продавая свои данные разным аналитическим компаниям, да, с другой стороны, позволяет пользователю быстро анализировать свои какие-то анализы, то есть, давать в реальном времени анализы с помощью специальных картриджей и сразу же получать рецепт от авторитетных врачей и сразу же получать те витамины, минералы, которые не хватает по этому рецепту с помощью вот такой вот штуки, которую вы видите здесь. Давайте по порядку, я откроюсь, пожалуй, сразу же Вайпепер и мы сразу почитаем, как и что. Ну, он-таки грамотно сложен Вайпепер и интересно все описано. Ну, во-первых, команда. Команду я погуглил, да, не нашел, как бы, до конца все те специализации, которые сказаны здесь вот напротив каждого участника, тем не менее, большинство этих людей я нашел, они есть в Фейсбуке, некоторые из них даже есть в LinkedIn. В принципе, например, вот доктор Ия Мехта или Мехта, если ее посмотреть, она есть в Фейсбуке и там она указана, то что она работала в целом, училась в институте там по разным добавкам, то есть, в принципе, прошлое, да, ее связано с тем, с чем она занимается сейчас, с ее проектом. В целом, можете сами посмотреть, есть еще какой-то адвайзер, вот его я не гуглил, если честно, тем не менее, видно, что команда такая вот, в общем, многие с Канады, некоторые, в общем-то, с Индии, но в целом они декларируют, что у них фонд и вообще сама организация с Сингапура. То есть, вот такая вот сборная соляночки идет. Дальше у них исследования рынка, говорят, что 8,7 триллионов долларов, это рынок вот, как-то правильно, healthcare, это, ну, в общем-то, здравоохранение, да, рынок 8,7 триллионов долларов. Самая прибыльная ниша, которая сейчас есть, это телемедицина, потом аналитические данные, big data, big data, так званые, в общем, ну-ка, в общем-то, digital medical devices, разные устройства медицинские, в общем, все, что вы здесь видите, да, этот весь рынок, который они указали, большой, они в этом рынке будут работать, то есть, их система подразумевает работу на этих рынках. А как видите, это довольно-таки большие рынки, то есть, емкость рынка большая. Потом компании, которые уже работают здесь и сколько они получили венчурных инвестиций, тоже внушающие суммы, ну, давайте конкретно уже к перейдем самой компании. Тут они описывают, что вот тренды также есть, тренд сейчас стоит в том, что люди хотят, чтобы к ним было персональное какое-то отношение, персональные анализы брали. Если у нас так званая система healthcare, здравоохранение 1.0 было, что просто все приходят, получают единый рецепт какой-то, да, и получают таблетки одинаковые почти все. А healthcare 2.0 это у нас другая система, когда уже на основе вашего частного какого-то анализа подбирают специальные там ингредиенты какие-то, специальные таблетки и так далее, и уже вам они выдаются. Потом у нас еще сказано, что есть какая-то компания, которая, в общем, пробовала уже реализовать возможность, когда человек просто берет, сам анализ делает и сдает, в общем-то, эти самые картриджи, да, в другую компанию. В общем, такую штуку уже делали. И вот к чему они в конечном счете пришли и что они вам предлагают как инвесторам. Они предлагают разработать, точнее, они уже в прототипах у них, я так понимаю, частично есть, набор из некоторых устройств. Главное, это картридж, то есть, по сути, это вещь, с помощью которой можно диагностировать какое-то заболевание у человека. Я немножко попозже скажу конкретно, на чем они нацеливаются, на какие болезни и так далее. Одна из них это малярия, довольно-таки распространенная болезнь. В общем, берется картридж, туда можно либо кровь взять, либо плюнуть, извините за цензуру, да, в общем-то, и сдать материал на анализ сразу же вот эту вот диагностическую штуку, да, вот такой вот блок. Вы просуете туда картридж, сразу же считываются данные, отправляются доктора, доктора смотрят, если что, анализируют, отправляют данные, какую суплемент выдать, какую там добавку выдать человеку. И с этой штуки сразу же этот суплемент выходит, как-то вот так это работает. Причем выходит он в виде вот таких вот капсул, гелевых капсул, да, причем они без сахара, без животного белка, да, потому что многие сейчас витамины добавки, они на основе животного белка, а у многих, ну, не будет вдаваться подробностей, ну, многим это нельзя есть, в общем-то. Ну и, соответственно, все это выдается человеку. Плюс также человек может использовать мобильное приложение для того, чтобы заказать какие-то дополнительные исследования, вызвать врача на дом, например, заказать эти самые картриджи, заказать тюбик с самими этими витаминами, там вы потом увидите. Соответственно, может согласиться на то, чтобы его данные, которые взяли, обработала другая сторонняя компания третьей лица, за это он будет получать токены, и эти токены, чем больше у него будет этих токенов, тем больше он будет зарабатывать от анализов, которые будут отдавать энергетическим компаниям другие пользователи. То есть, я сейчас, я подробнее расскажу еще о бизнес-модели у них, какая интересная. В общем, все очень просто, я вам уже это рассказал, вот где они сейчас находятся, что они собираются делать, это у них road map, с этим все в порядке. Да, в общем, о чем я сказал, что пациенты, вот как это работает, вкратце, да, например, есть компания, которая, с чем им, им нужно исследовать определенную категорию людей на наличие болезни, и причем в определенной местности, то есть по ГЕО. Соответственно, они готовы платить 5 долларов за каждую медицинскую карточку пациента, да. Это все переходит в блокчейн-приложение, да, где у нас ноды, то есть, по сути, это, ну, люди обычные с открытыми приложениями. Все это приложение идет к ним, до конечных потребителей, пользователей. Дальше у них есть вариант. Они видят это приложение, то есть, говорят, ну, дружище, например, у тебя там, не дай бог, диагностировали какую-то проблему, центр хочет аналитически заплатить тебе 5 долларов за то, чтобы ты открыл свои данные там, да. Причем ты сам можешь решать конкретно, какие данные ты открываешь. Ты можешь скрыть свое имя, там, свою фамилию, свой возраст там далее. То есть, важно просто, чтобы, ну, компания, да, дает тебе определенные деньги за определенные, как бы, данные, которые им нужны конкретно. Если ты отказываешься, то ничего страшного, то есть, твои деньги, твои данные никому не будут отданы, потому что это блокчейн, ну, вручную, и никто не может его забрать. Все у нас, как бы, по договоренности идет, да, с пользователем конечным. Это очень ярко отличается, например, от наших СНГшних, когда ты приходишь в любую поликлинику, там, я не знаю, в больницу, и тебе сразу дают бумажку, что ты не против, что твои данные раскрываются третьим лицам. Как вы думаете, зачем это берется? Ну, конечно же, чтобы вот таким образом зарабатывать. Потом эти данные перепродаются. Как правило, это так. То есть, то, что там пишут, что ваши данные, они будут переданы, ну, все это ерунда. Я в это не верю, потому что у меня есть знакомые, которые работают в медицинской индустрии. Итак, что у нас дальше? Если юзер соглашается с тем, что его данные могут быть предоставлены за оплату, в общем, третьим лицам, в таком случае он что делает? Он получает 70% от этой оплаты, по сути, да, от этих 5%. Единственное, что я до конца не понял, он их получает в виде токенов, да, а там стоимость токена не менее, по-моему, одного доллара, если не ошибаюсь, должна быть. Либо же он получает их сразу в деньгах. По-моему, он получает сразу вот эти вот денежки в токенах, и потом, чем больше у него токенов, тем больше он получает в итоге уже от самых денег. То есть, как это работает? Юзер, конечно, не согласился, он получил, например, там, 5 токенов, да, 5 токенов. Соответственно, в следующий раз, когда кто-то другого уже согласится передать свои данные, из этих 5 долларов 30% будет отдано всем людям, которые являются держателем токенов. То есть, грубо говоря, 70% уходит, 70% прибыли, да, от этих данных, они уходят людям, которые соглашаются свои данные передать, и передаются им в виде токенов, а 30% уже распределяется тем, кто является уже держателями токенов. То есть, вот таким образом, так это все распределяется, да, уже доходность. Соответственно, чем больше у вас токенов, тем больше вы в будущем можете пассивно зарабатывать на этом. Ну и вы можете, конечно же, активно зарабатывать эти самые токены бесплатно, если будете передавать свои данные о компании. Вот такая вот у нас интересная бизнес-модель. Это очень важно, потому что я всегда говорю, что циркуляция монет, крипты в какой-то компании, в их, ну, микромире, да, что ли, их бизнес-модели, она должна обосновываться, не просто, чтобы вот тупо выпустили токены, потому что, как акции нужно выпустить. Нет, сейчас это так не работает, нужно, чтобы это было как-то обосновано. Здесь это обосновано. Наличие именно токенов, наличие блокчейна тоже обосновано. Окей, а что еще у нас тут дальше? Во в чем они хотят разбираться, да, в чем они хотят, как они хотят, какие суплименты, к чему, да, они хотят выпускать. Витамин D, потом от стресса разные витаминки, против малярии и против разных гормонов, получается. Тоже они хотят эту нишу занять. Так, это хорошо. Ага, вот само устройство, оно пока в виде прототипа. Что оно может конкретно, да? Через это устройство вы можете, по сути, получать анализы, от, получать рецепты от докторов и их заключения, да, вверт туда картридж с вашим каким-то веществом, вашим материалом. Потом эта штука может считать количество ингредиентов, ну, капсул, точнее, с ингредиентами, которые есть внутри, то есть количество лекарств подсчитывать. Может принимать лекарства, новые какие-то, эти самые, картриджи с лекарством принимать, да, в виде геля, гелевые капсулы, получается, синхронизируются с вашим Android и S-устройством. Причем на телефоне вы можете подключать многих людей с одного телефона. Ну, в общем, вот так эта штука, в общем-то, выглядела. Вот так выглядит сам картридж с дополнительными, этим самыми, ну, в общем-то, витаминками. То есть, если, например, у вас в этой штуке закончились витамины, вы можете заказать вот такие капсулы, да, они приходят вот в таких вот коробках, вот так выглядят капсулы маленькие, да, вот так выглядит сам блок для капсулов, который вставляется в большой дозатор. И здесь вот так выглядит коробочка, которая присылается в эти самые капсулы. Вот эта вот штука, я так понимаю, ее хватает на 90 дней, написано так. Соответственно, в общем-то, там дальше немножко будет написано, вот, какие конкретно витамины они предлагают, хотят продавать. Витамин D, пробиотики, кальций, цинк, железо, магнезия. И вот против стресса какой-то там, против стресса какая-то витаминка. Что может устройство? Может синхронизироваться с этим самым большим дозатором, может также принимать оплату, можно добавлять сюда фиатные деньги, а также криптовалюту, то есть расплачивается криптовалюта за медицину. Круто, да? Может отслеживать информацию о том, что какие препараты вы приняли. Дополнительные людей сюда подключать. Разные уведомления, да? О дозировке, например, пришло время вам принять какую-то таблетку. Пришло уведомление сразу. Можно получать консультации разных врачей-наторопатов. Что мне очень нравится, что если вы посмотрите на их фейсбук-группу, да? Так, где она с фейсбук-группой? Секундочку. А, вот. Сейчас переключимся. Ну-ка. Если вы посмотрите на их фейсбук-группу, вы увидите, что в целом они давно уже развиваются идеи, и видно, что они, знаете, за здоровый способ жизни, в общем, разные полезные продукты. То есть, я первый раз, когда зашел, мне показалось, что это не медицинский какой-то центр, а даже, знаете, вот популярные вегетарианцы, там, веганы и так далее. Вот такая вещь. То есть, ну, видно, что они очень тем интересуются, и натуропатия у них в основном. То есть, интересно. Интересно. Так. И что еще может сделать? Ага. Ну да. Вот получить витаминные суплементы, заказать их себе надо. Можно через приложение. Можно с другими ребятами по... Ну, в общем-то, чатиться, да. Выбрать разную тему. Например, вы болеете какой-то болезнью, вы можете найти чат с другим человеком, там и общаться, в общем, через это устройство. Опять же, просматривать разные предложения по заработку токенов, и геймификация будет разная. То есть, вот эти, знаете, популярные предложения, там, пробежись сегодня, там, сегодня ты тренироваться, должен, например, там, 20 приседаний сделать. Вот такая штука здесь тоже будет. То есть, такое, знаете, устройство, где все понапиханное. И оплата медицинских услуг, там, и заказ разный, и введение своей личной странички, и предложение по заработку. То есть, прикольно. Вот написано конкретно, с чего вам не хватает, когда нужно будет кушать, напоминалка, в общем-то, день недели, заказать услугу, там, за 20 долларов, например, там, какое-то исследование, или, например, вызов врача на дом. То есть, все-таки, все-таки вещи тоже указаны. Потом инструкция по тому, что делать с картриджем и так далее. В общем, прикольно. Ну, и дальше написано так сказать, как это может использоваться в реальном мире. Они также планируют вот такие штуки, которые я показал ранее. Вот эти вот. Не только на дом, в общем, ставить, а еще в виде каких-то таких небольших отделений, что ли, блоков, да, боксов, которые просто на улице стоят. Человек подошел с помощью своего биометрического паспорта, например, там, или же подписи цифровой какой-то, или логин и пароль ввел, там, зашел, сделал все, что ему нужно, там, и получил эти самые саплименты, расплатившись токенами, например, там, в криптовалюты. Очень интересно. Что еще хотелось бы сказать по поводу конкуренции? А, вот, ну да, то есть, конкуренция, то есть, скажем, что есть компании, которые здесь уже работают, тем не менее, они такой большой рынок пока не охватили, то есть, то есть, они, вот эта компания, Бухатт, насколько я понимаю, будет первая компания, которая вот на блокчейне будет вот так работать. Точнее, не то, что первая, есть еще у нас аналог Печентори, да, компания, которая тоже, ну, цель компании была построить такую систему на блокчейне, где люди смогут держать свою, как медицинскую карточку, да, всю историю болезни на блокчейне, и поэтому получать авторитетные ответы сразу же от авторитетных каких-то врачей. И в этой, ну, эта штука, естественно, в свое время так нормально прошла успешно, а всего писали об этой штуке, об этом проекте Forbes, там, другие авторитетные издания. Видно, что людям такая штука понравилась. Здесь же, видите, все намного более серьезнее и расширение, но, тем не менее, есть некоторые описения, немножко позже расскажу. Давайте еще по краудсаллу расскажу, немножко по ICO. Они будут выпускать свои токи на платформе Waves. Начинается у них краудсалл с 3 июля до 3 августа, то есть один месяц. У них будет распределено 40 миллионов токенов на краудсалл, причем в первый период времени вы сможете получить первый миллион токенов, там будет распределение 60% бонусов, потом 54% и так далее. Ну и вплоть до конца периода, когда каждый токен будет стоить 65 центов, то есть начало будет с 25 центов и заканчивается с 65 центами. При этом они обязуются выкупить обратно эти токены, то есть 20% от профита, от прибыли компании будет уходить на выкуп токенов обратно по цене не менее 1 доллара или же эквивалента 1.1 от рыночной цены на бирже, так понимаю, и так далее. Или же, в зависимости от того, что выше. То есть купили, например, по самой максимальной цене в самом конце ICO по 65 центов, в итоге у вас выкупят токен по 1 доллару. Это то, что предлагает компания. У них всего 100 миллионов токенов планируется, из этих 100 миллионов 40 миллионов на краудсалл, 20 миллионов идет компания самой на развитие, и 40 еще 1 миллионов идет на выплату именно пациентам, которые хотят, так понимаю, все-таки токенами будут выплачиваться. Те, которые высылают свои данные третьим лицам, и опять же, в общем, эти токены выходят им, и они становятся держателями токенов, получая доход от прибыли. От прибыли, в общем-то, за анкеты, за заполнение анкет. В общем-то, вот такая вот интересная, на самом деле, бизнес-модель. Она довольно-таки, ну, я бы сказал, логичная. Она реально логичная, она обоснованная. Мне лично нравится, поэтому не зацепил данный проект. Рынок здесь наемкий, большой. Видно, что они, ну, реально уже много чего продумали. Конечно же, да, вроде бы я все сделал, все уже тут рассказал. Отлично. Мы закончили изучать вайпепер. Теперь по поводу моих опасений. Первое, что сам по себе сайт, ну, видно, что такой себе. Сделан он недавно буквально появился, да, вот, перед краудселлом. Ну, то есть, такой себе сайтик. Очень простенький, да. Нет особо публикации в медиа. То есть, если мы посмотрим их социальные сети, мы увидим, что в целом о них пока мало информации. То есть, та же группа. Видно, что... Мне что нравится, конечно, что группа у них ведется, смотрите, там, с апреля месяца, еще и раньше. То есть, видно, что они давно уже занимаются этим. Возможно, я не знаю, как они это все обосновали. Какие тут ссылочки у них были, непонятно. Может быть, они не готовились к SEO так долго, но как-то они слабо по маркетингу, очень слабо по маркетингу готовились. Ну, да ладно. В общем, группа у них не очень развита, на самом деле. Очень мало людей, то есть, как будто вчера создана. Но, тем не менее, посты есть, не знаю даже, что сказать. Что Twitter? То же самое. Очень мало читателей, недавно, по сути. Ну, точнее, создан давно, но аудитории почти нет. Ее очень мало. То же самое, там, в Slack, если посмотрим, тоже видно, что 56 человек, почти нет людей. Видно, что на начальном этапе публикации в СМИ тоже о них нет. Соответственно, команда, в принципе, живая есть. Есть какой-то ролик, даже YouTube канал есть. Вот, я так понимаю, да, вот этой вот милой индийской девушки из Канады. Есть какой-то ролик, но если мы перейдем на их YouTube канал, тоже ноль подписчиков, прям ролик недавно был записан. То есть, непонятно, если честно. Как бы, тоже тут, я им говорил уже, ребят, вы тут, если кстати какого-то человека, вы хоть указывайте его социальные профили, что можно посмотреть, чем он занимался, что он делал, что он себя представляет и так далее. То есть, вот это очень сильно демотивирует меня лично, я бы сказал. Но, с другой стороны, очень четко написанный white paper и идея интересная на самом деле. Я скажу вам так, что, в принципе, риск есть. Риск есть, потому что компания нет еще, как это правильно сказать, нет социальных какого-то доказательства, нет социальной поддержки большой. На том же Bitcoin Talk, если мы посмотрим, да, bowhead, Bitcoin Talk, мы увидим, что есть только вот один bounty, тред, bounty, топик и все. То есть, как бы, официально анонса какого-то треда у них нет, только разве что баунти и все. И, в принципе, поддержка сообщества, все говорят, что интересно, но ребят говорят, что у вас, как бы, нет ни скроу, да, того человека, который будет держать деньги, у вас нет и топика. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на другие какие-то ICO, которые были созданы разными компаниями, да, именно чисто компаниями, например, Civic недавнешний, там, по-моему, официального отряда тоже не было, там было чисто, там, по-моему, даже баунти не было, или если и было, то там очень маленькое было. То есть, грубо говоря, видим тенденцию, что большие компании, они, выходя на ICO, как-то не особо задумаются о медийной поддержке, не знаю, на что они рассчитывают, нельзя так делать. С одной стороны, так, либо это просто неумело, маркетинг, слишком поздный маркетинг, потому что выходят они вот-вот уже на ICO, скоро. Я считаю, это очень поспешное решение, нужно сначала реально собрать комьюнити, уже потом как-то двигаться, как-то чересчур не быстро. Это заставляет насторожиться, друзья, на самом деле. С другой стороны, почему я вам рассказываю про этот проект конкретно, да, потому что проект действительно интересный, то есть, мне лично он понравился, я вам рассказал свою точку зрения, да, описал в Ipepper, и по Ipepper действительно интересно. Рынок емкий, услуга востребована, действительно, очень много всего проблем они решают, если это все, конечно, доведут до ума, то есть, вот такого здравоохранения домашнего, да, по сути, плюс заработок, обоснован токен, но опять же, вот, что у них нет минимальной поддержки, это плохо. Друзья, на этом, пожалуй, я закончу, поставлю три точки, дальше уже эти три точки продолжать, либо нет, инвестируют, или нет, решают чисто вам. Возможно, я ради интересов брошу сюда некоторую сумму, по принципу FOMO не пролететь потом, возможно, подожду немножко, там, недельку-две, да, прежде чем инвестирую, что посмотрите, насколько будет шумиха собираться, потому что на тех же мониторингов ICO этого проекта также нет, то есть, вот они вот сейчас, вот, что вы видите, по сути, да, это одни из первых видео, которые по этой компании записываются. Но при том, при всем, не могу сказать, что это чисто скам на 100%, идея интересная, и, возможно, она сыграет, потому что в сфере health care, то есть здравоохранения, у нас только PassionTory, это один игрок вот на блокчейне пока, и судя по интересу к этому проекту, мы видим, что, в принципе, люди интересуются. Но, опять же, PassionTory очень правильно пошли, они начали с треда на Bitcoin Talkie, вот, смотрите, какой у них тред здесь, вот они начали еще в апреле, 25 апреля до 16 года, CrossSell, они в мае начали, апрель, май, ну, в общем-то, да, у них больше времени заняло это, чем у Bowhead, как-то Bowhead слишком торопится, я считаю, что если проводить CrossSell, то нужно только в начале, где-то сентября, не менее, собрать сначала Community, получить фидбэк и так далее, почему они так спешат, я не понимаю, ну, ладно, друзья, на этом, пожалуй, все, решайте сами, интересно услышать ваше мнение по поводу данного проекта, что вы думаете, реально ли такая, в общем-то, реально ли такая идея, может ли она воплотиться в жизнь и сможем ли мы, как инвесторы, получить профит с этого, будет интересно послушать ваше мнение, посчитать точнее, спасибо всем за внимание, с вами был Андрей Погорелый, если вам понравилось данное видео, не забываем ставить лайки и комментировать его, также не забываем, что у нас есть группы в фейсбуке, ой, в фейсбуке пока нет, в телеграмм у нас есть канал новостный, есть чаты, там добавляйтесь, некоторые из них уже забиты, просто 5000 человек максимум, тем не менее, добавляйтесь в другие, потому что там много чего интересно обсуждается, спасибо всем за внимание, ну и до встречи в следующем видео, всем удачного инвестирования, а, ну да, и кстати говоря, не паникуем, сейчас у нас откат, эти волны, они пройдут, так что не сливаем уже не успели зафиксироваться, остаемся дальше и холд, ходор, как говорят, всем удачи!